Некоторое время назад мы с вами рассуждали о том, что наша главная цель, христиан в нашей земной этой жизни, становиться похожими на Иисуса Христа. И Бог усмотрел, что средство, которым мы этого достигаем, это наш духовный рост, возрастание в возраст Христа или возрастание в духовную зрелость. Я говорил о том, что Бог для нас усмотрел не только цель, не только как это должно происходить, но Бог усмотрел, где это должно происходить. И то место, где Бог нас взращивает, это церковь. Я не имею в виду сейчас только воскресное собрание утром, когда мы собираемся. Это в общем церковь, не дом молитвы, а церковь, как люди спасенные, люди живые. Вот в церкви Бог усмотрел возрастать каждому из нас. И очень большое значение для духовного роста имеет поместная церковь. Как служения устроены, какие взаимоотношения у нас, что проповедуется, вопросы как решаются, какая атмосфера. Все это оказывает влияние на наш с вами духовный рост. Конечно, это не говорит о том, что в здоровой церкви отсутствуют совершенно проблемы, но в здоровой церкви люди обязательно растут. Друзья, это точно так же, как в наших семьях. Знаете, мы что-то делаем для того, чтобы наши дети росли? Вот родился ребенок, мы делаем что-то или не делаем, чтобы он рос? Ну, друзья, мы же не берем так вот, расти, расти, там, держишь за ноги и за голову немножко тянешь и говоришь, расти, расти, расти. Нет, что мы делаем? Мы просто создаем атмосферу хорошую, чтобы было тепло, чтобы могли спать, могли кушать, да? И человек, а сам процесс в нормальных условиях. И представьте себе, если вдруг родился ребенок, и он по каким-то причинам не растет, то сразу вопрос, или что-то у него внутри, ну, что-то, какая-то проблема есть, физически, я физически сейчас имею в виду, или какие-то условия в семье, там, ну, просто невыносимые, что просто ребенок, может быть, он голодает, может быть, его там бьют, может быть, он не спит, ну, и тогда, возможно, он и не может расти. То есть церковь, как среда, это важное место для того, чтобы нам духовно расти. Мое слово будет сегодня, вот, духовный рост и здоровая церковь. Это две очень взаимосвязанные вещи. И мы посмотрим, ну, на некоторые, на некоторые всего лишь моменты или признаки, которые характеризуют здоровую церковь. Я на этой неделе читал свидетельство о жизни и служении Сперджина, и вот мне попалась небольшая заметка, я хотел, ну, с вами поделиться. Это человек со стороны, который, это XIX век, Англия, известный проповедник на весь мир по сегодняшний день, Сперджин. И вот свидетельство со стороны, человек пришел и посмотрел, чуть-чуть, одним глазиком заглянул, как живет эта церковь. И он был каким-то журналистом, и он потом заметку в газете написал про эту церковь. И тут свидетельство такое, что он, описывая будни этой большой общины, говорил о любви и жертвенности ее членов и перечислял множество служений, в которых они участвовали. И одним из таких служений, направленных на взращивание лидеров проповедников, являлся пастырский колледж. То есть, он сейчас не о всей церкви говорит, при церкви был пастырский колледж, в котором воспитывали новых проповедников и будущих служителей. То есть, понять надо, это только частичка того, что там делалось. И вот теперь, посмотрите, хотя мы нанесли визит совершенно неожиданно, каждый был на своем посту. И весь сложный церковный механизм работал без сбоев. Мы открыли одну дверь и увидели, как 30 или 40 молодых людей совершали вечерю Господню. Открыли другую дверь и увидели, как какая-то пожилая женщина в окружении примерно 20 взрослых девушек вела с ними библейский класс. В просторных залах цокольного этажа накрывались столы на 1600 человек, потому что вечером должна была состояться ежегодная конференция. Секретарь с двумя помощниками занимались делами почтовой переписки. В одной из комнат сидел человек, заваленный книгами. Он отвечал за работу книгонож. В другой комнате другой человек упаковывал книги и коробки. Которые затем рассылались бывшим студентам, которые теперь стали пасторами церквей где-то в далеких краях. Данный репортаж дает нам представление о повседневной жизни и служении церкви. И как отмечает далее автор этого биографического очерка, люди любили свою церковь и с радостью в ней трудились. Во многих церквах служение было скучным, но только не в этой большой церкви. С великим удовольствием люди оставляли свою повседневную суету и шли в дом молитвы по воскресеньям на утренние и вечерние собрания, а также, как минимум, на два собрания среди недели, где их сердца получали вдохновение, разум наполнялся познанием и души обретали новые силы. Многие женщины приходили сюда в различное время дня, чтобы готовить пищу и лишить одежду для воспитанников приюта. Там еще и приют был у них. Многие молодые люди приходили в церковь вечером, чтобы получить образование или обогатиться опытом работы на Ниве Господней. Для сотен людей церковь была центром их жизни. Это пишет посторонний человек. Он не был член церкви, он не был верующий. Это пишет мирской корреспондент. И согласно отчету, в конце жизни Сперджина, Сперджин прожил небольшую жизнь, он умер, когда ему не было еще даже 60 лет. Количество членов было 5 328, трудилось 127 служителей, поддерживалось 23 миссионерские точки, работали 27 воскресных школ, где было 600 учителей и 8 тысяч учеников. Вот такое описание со стороны этой церкви. Друзья, я думаю, что находиться там, людям, которые там находились, если со стороны человек такое говорит, было действительно хорошо и приятно. Друзья, я хочу посмотреть из Писания на другую церковь, на признаки здоровой церкви, на примере церкви Фессалоникийской. У нас сегодня нет возможности, чтобы что-то показывали, ни тексты, ни мысли. Поэтому я буду читать небольшими отрывками. Это 5 глава с 12 стиха и до конца этой главы я буду читать небольшими отрывками, братья и сестры. И так, чтобы вам легче было запомнить, наглядного не будет, я скажу так. 5 признаков я отметил здоровой церкви и 5 направлений, в которых церкви нужно развиваться. То есть здоровая церковь обязательно развивается в этих, ой, простите, 4 признака и 4 направления. То есть 4 и 4. Ну, немножко сложно может быть, но постарайтесь запомнить, потому что это не очень сложные мысли. И текст Писания, если вы его прочитаете дома, он вам напомнит эти мысли. Итак, 5 глава Фессалоникийцам с 12 стиха. Читаю 12 и 13 текст. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Братья и сестры, я, возможно, я не обо всем скажу, что даже имел в виду Павел, но просто вот выделю 4 момента, которые мне показались важными. И первое будет уважение друг к другу. Вот знаете, в церкви вообще как-то принято говорить о любви, о братолюбии, о чем-то таком высоком. А здесь Павел просто говорит, прошу вас, прошу вас, вы друг друга уважайте. Уважайте. Вот есть разные, он здесь перечисляет, есть разные служения. Кто-то трудится, кто-то предстоятели, ну буквально вот те, кто перед всеми стоят, те, кто ведут и заботятся. Кто-то вразумляет. То есть он видит церковь с многоразличным служением и говорит, вот важно, важно, хотя церковь была хорошая. То есть он не говорит, что вам надо там что-то серьезно поправить. Церковь Фессалонкийская – это одна из примерных церквей. По сравнению даже с другими, это очень хорошая церковь. Это видно на всем, через все послание. Но он все равно говорит, вы не забывайте, уважение – это очень важно. И потом заключение этого отрывка, он говорит, будьте в мире, будьте в мире. То есть первейший признак, который Павел отмечает для этой хорошей, здоровой церкви – это уважение друг к другу. Без этого невозможно. И заканчивает, будьте в мире. Второй момент, второй момент. Прочитаю, второй признак. Прочитаю 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых и будьте долготерпеливы ко всем». Второй признак здоровой церкви – это забота о духовном состоянии. Друзья, здесь по тексту видно, хотя Павел во всем послании хвалит и говорит, вот, например, о братолюбии даже я не буду вам писать. А помните почему? Почему, Павел говорит, о братолюбии нет нужды писать? Потому что оно было, да? И он говорит, и вы самим Богом научены любить друг друга. Самим Богом научены. И, друзья, и о вере он очень положительно отзывается, которая была у фесслантийцев. И о надежде встречи Иисуса Христа. То есть они не погрузились там в свои дела и вообще забыли, что скоро там пришествие будет, что Христос придет. Нет, все было нормально. И вера, и любовь, и надежда в их жизни. Но вот все равно Павел, и все равно в этой церкви были люди, ну, как бы сказать, ну, сложные. Или духовно, может быть, незрелые люди, слабые, недовольные. И вот Павел говорит, что этим людям нужно оказывать особое внимание. Он прям просит, говорит, умоляю вас, умоляю. Смотрите, то есть вот эти люди, если они даже в вашей церкви есть, они не должны остаться где-то в стороне. Они должны тоже получить в церкви соответствующую заботу. Я как-то говорил уже на каком-то собрании, что церковь, она как бы должна совмещать в себе, нормальная церковь, здоровая, должна совмещать в себе три вещи. В первую, в первую вещь, это больница, в которой тебя всегда вылечат. Ну, духовно, конечно же. Вторая, вторая сторона, церковь, это школа, где тебя постоянно учат. И третья, говорят сегодня современным языком, это такой тренажерный зал, где тебя натренируют, ну, или научат упражняться в благочестии. То есть одновременно заболел, полечат, постоянно учат и постоянно тренируют. Постоянно, постоянно подготавливают, готовят, укрепляют твои духовные мышцы. Вот если церковь объединяет в себе эти три, три таких важных момента, тогда все будет хорошо. И вот Павел говорит, что если в вашей церкви встречаются такие люди, нам же всегда приятно с хорошими, приятными людьми общаться, которые нас понимают, которые отзывчивые, которые внимательны к нам, а мы внимательны к ним. Вот такое вот взаимное. И вот попадаются сложные люди, и он говорит, им тоже нужно правильно, правильное внимание. Посмотрите, я очень коротко остановлюсь. Вразумляйте бесчинных. В контексте послания фессалоникийцам речь идет о тех людях, которые... По второму посланию это видно. Это люди, которые в тот момент не желали работать, они жили праздно. И Павел говорит, что под таких нужно вразумлять. Если сказать в более широком смысле, ну что это за люди такие? Это люди, которые, может быть, у которых какое-то беспорядочное или безответственное какое-то поведение. То есть это человек, который своими обязанностями, ну каким-то образом пренебрегает. И Павел говорит, вот таких людей нужно вразумлять. То есть с ними нужно разговаривать на уровне их разума и объяснять им, возможно, библейские истины. Вот Павел немножко не расшифровывает, что он конкретно имеет в виду, но мы понимаем. Вразумлять – это говорить к разуму человека. Может быть, он скажет о призвании, может быть, он о духовных дарах, но Павел бы сказал, что вы призваны на служение, и есть у нас ответственность, есть у нас обязанности у каждого. Ну вы, пожалуйста, будьте ответственными людьми и совершайте то, к чему вы призваны. Следующая категория людей, которых обращает внимание Павел – это малодушные. Утешайте малодушных. Малодушные – это люди робкие, это люди, которые могут легко впадать в какое-то беспокойство. И вот им, знаете, им вразумление, ну, мало поможет вразумление что-то им объяснять. Их нужно утешать. То есть есть люди, которые, может быть, даже по складу своего характера способны в любой проблеме, ну, просто закапываться, просто унывать, опускать руки, вот, ослабевать. И даже быть готовыми с Божьего пути свернуть. Павел говорит, их нужно утешать, их нужно успокаивать. Братья и сестры, интересно, что вот тут еще есть третье – поддерживайте слабых. Вот насколько точно Павел видел этих людей, и насколько точно он дал каждому в отношении каждой категории совет. Друзья, бесчинных нельзя поддерживать. Бесчинных даже утешать не надо. Бесчинных нужно вразумлять. А вот малодушных нужно утешать. То есть нельзя поменять местами. А слабых нужно поддерживать. То есть те, кто ослабел, они нуждаются в поддержке. Им, возможно, нужно сказать о том, что Бог рядом, Бог с ними. Друзья, может быть, какой-то отрезок пути нужно с этим человеком пройти вместе. То есть это не бесчинный человек, который сознательно как-то пренебрегает своими обязанностями. Это человек, который просто ослабел. И он нуждается в помощи и поддержке. Может быть, вместе с ним нужно молиться. Может быть, вместе с ним надо читать Библию. Может быть, его посетить надо. Может, еще какие-то у него проблемы. Может быть, надо просто приехать его, взять и привезти в собрание. Человек ослабел. Попаститься вместе с ним. И так далее. И заканчивает он этот отрывочек, эту мысль. Будьте долготерпеливы ко всем. То есть Павел очень хорошо видел, что людей очень много, люди разные. И как хорошо, если мы ко всем можем правильно относиться. Тогда церковь будет здоровая. Третий признак здоровой церкви – это 15 стих. Смотрите. «Чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Друзья, этот признак я назвал так. Это добрые взаимоотношения. Добрые, просто добрые взаимоотношения. Смотрите. «Чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Неприятно такое слышать, да, и христианам свой адрес, что разве такое бывает. А Павел, ну, видимо, знал, что бывает такое. И он говорит, вы даже из головы… вот выбросите просто из головы свою мысль, чтобы кому-то за что-то там воздать или отомстить. Вот если даже с вами где-то поступили, ну, нехорошо или неправильно. И еще один момент он отмечает. Смотрите, смотрите. То есть это очень важно. Если в первом случае он говорит, я просим, просим, чтобы у вас было уважение. Во втором случае он говорит, умоляем, умоляем, оказывайте внимание разным людям. То в третьем он говорит, смотрите. Смотрите, чтобы кто кому. То есть не только, что вот я должен за собой смотреть, чтобы мне этого не делать. Но он говорит, в общем тоже, наблюдайте, чтобы в церкви такого не было. Чтобы кто-то кому-то воздавал злом за зло. Или кто-то с кем-то поступал как-то неправильно. Ищите добра друг другу и всем. И четвертый признак, четвертый признак, это несколько продолжительный отрывок с 16 по 22 текст. Я прочитаю. Здесь очень короткие стихи. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Все испытывайте хорошего, держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Братья и сестры, я этот признак назвал таким образом. Это церковь, которая сосредоточена на поклонении Богу. Ну или это церковь, которая сосредоточена на Боге. Может быть это назвать поклонением, может быть это церковь, просто люди в которой, но они не забывают, кто они такие. Посмотрите, это люди, которые поглощены тем, чтобы у них и с Богом, и друг с другом было все правильно и хорошо. Их сердца наполнены радостью. Ведь это же не простой вопрос на самом деле, это довольно сложный. Это то, что не приходит, не приходит в нашу жизнь, но как-то так вот естественно и легко. Всегда радуйтесь. Друзья, это невозможно даже без Бога. В другом месте он говорит, в Господе радуйтесь. Всегда радуйтесь. То есть это не просто хи-хи-ха-ха, вот такой я человек, все у меня легко и все получается. О другой радости он здесь говорил. Дальше он говорит здесь, что сердца их не только радостью наполнены, они еще благодарностью наполнены. То есть это люди, которые находят во всех моментах своей жизни, за что поблагодарить Бога. И даже в сложностях. Это люди, которые, можно так сказать, постоянно пребывают в состоянии такого вот молитвенного, ну какого-то служения или поклонения перед Богом. Друзья, здесь возможно две мысли. Я не могу даже утверждать, что имел в виду Павел. Непрестанно молитесь. То есть, конечно же, он не имел, точно он не имел в виду, что всегда стоите на коленях и молитесь, молитесь, молитесь. Ну это невозможно. Друзья, возможно, он имел в виду просто постоянство какое-то в молитве. То есть, если вы о чем-то молитесь, чтобы у вас было в этом постоянство. Возможно, он имел еще в виду такую мысль, что мысленно, мысленно всегда будьте на связи с Богом. То есть, непрестанно молитесь, не стойте на коленях постоянно, а просто постоянно поддерживайте мысленно свою связь с Богом. Заботьтесь о том, чтобы духа не угошать, который действует в церкви. Пророчество не уничижать и так далее. И от всякого рода зла воздерживаться. И вот в комплексе весь этот перечень этих коротеньких текстов, он рисует нам такой хороший образ здоровой Фессалоникийской церкви. Я повторю сейчас эти четыре признака, чтобы вам легче было их запомнить. Уважение друг к другу, забота о духовном состоянии, добрые взаимоотношения и созредоточенность на Боге. И дальше, совсем немного осталось текста, послание заканчивается. Дальше Павел говорит последние слова. Теперь надо церковь направить, чтобы она дальше жила. Послание прочитают. Павел неизвестно, придет в эту церковь, не придет. Будет ли второе послание? Ну мы знаем, что будет, да? Еще будет второе послание. Но вот дать последние наставления, дать церкви направление, куда ей дальше двигаться, как ей расти. Здоровая церковь всегда растет, здоровая церковь всегда развивается. Но куда? Куда приложить свои усилия, чтобы расти? И вот тоже четыре таких признака или четыре направления, четыре условия. Первое, первое, двадцать третий, двадцать четвертый стих. «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, здесь Павел говорит о нашем внутреннем процессе освящения, которое в нас производит сам Бог. Это процесс нашей жизни, который будет в нас продолжаться до самой нашей смерти или до пришествия Христа. Павел говорит, что этот процесс должен затрагивать всю нашу личность, и дух, и душа, и тело. Друзья, нету такой сферы нашей жизни, где Бог бы не хотел нас менять, где бы Бог бы нас не хотел освящать, и делать похожими на Иисуса Христа. Такой сферы у Бога нету. Бог хочет работать во всех направлениях. И вот здесь важный признак, важный признак, 24 стих, он говорит, «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Знаете, я назвал это так, утверждаться в Боге. Хотя, может быть, здесь прямо эта мысль не выражена. То есть, что нужно верующим, чтобы им развиваться, что нужно церкви? Утверждаться в Боге. Потому что каждый из нас знает, как бы мы сильно не старались и не хотели быть святыми, это нормально и хорошо, и мы все к этому стремимся, но сколько много раз у нас это не получается. И вот это вот чувство несостоятельности, а того, что я хочу быть святым, я хочу быть похожим на Иисуса Христа, но как часто у меня это не получается. И это бывает так сильно бьет по нам, по нашей жизни, пропадает даже желание, опускаются руки, не получается. А Павел говорит, вы должны помнить одно, вы должны помнить одно. Вот вы хотите освящаться, вы хотите быть святыми, а Бог во много раз больше хочет, чтобы вы были святыми. Даже когда у вас руки опустятся, и даже когда вы скажете, все, Господи, больше не могу. Вообще, наверное, христианство не для меня, и все, буду жить как все, буду жить как раньше. Вы должны помнить, Бог рядом с вами, Он верен, и Он это дело будет продолжать. Даже в какой-то момент, если вы решите, все, освящаться не буду. Павел говорит, помните о том, что Бог не прекращает, Бог не прекратил. Пройдет время, вы придете в себя, вы, может быть, успокоитесь, переосмыслите и поймете, нет, с Богом это лучшая жизнь. Но другого пути просто не существует, а Бог рядом, и Бог и был рядом, и Бог продолжал делать. И даже моменты падения, моменты нашей слабости Бог использует для того, чтобы сделать нас лучше, чище и угодней для Него. И поэтому Бог верен, Бог верен. Наша уверенность, наша с вами непоколебимость не в том, что мы такие сильные и крепкие. Вы знаете, у Храпова Николая Петровича есть стихотворение одно, и в нем такие есть слова. Он там рассказывает о всех обстоятельствах, по-моему, буря, буря, по-моему, она называется. И он говорит там, я не герой и не стану хвалиться, но под ногами моими, что? Скала. Друзья, вот этот человек очень четко и ясно видел, который в своей жизни очень многое пережил, почти 28 лет только тюремного заключения. И он говорит, я-то не герой, и я не хвалюсь, что у меня там силы много, но я знаю, что под ногами у меня скала. Друзья, поэтому утверждение в Боге – это важное, но то, куда нам нужно направлять наши силы. Твердость в Боге, вот уверенность в том, что Бог, Он верен, Бог, Он неизменен. А для этого, друзья, нам нужно, ну как это достигается? Это достигается постоянным познанием Бога, какой Он, какой Он для нас. И это не какое-то разовое событие, это процесс нашей жизни. То есть процесс освящения, он обязательно связан с процессом познания Бога. И даже, и я еще раз повторю, и когда я сам не могу и сам ослабел в какой-то момент жизни, хорошо, если я помню, а у меня под ногами скала. И я все равно не сверну с этого пути. Третье, второе, простите, направление, о котором говорит Павел, 25 и 26 стих. Братья, молитесь о нас, приветствуйте всех братьев лапзанием святым. Второе – это любовь к церкви. Знаете, это не просто формальность такая, вот молитесь о нас. Ну да, за Павла, наверное, многие согласились бы молиться. А хотя, мне кажется, нет. Если человек, в принципе, ну не понимает, что это такое, если человек не ценит этого, не видит этой важности, то, скорее всего, он и просить об этом не будет, и за других он молиться не будет. То есть, чтобы реально этим заниматься, то есть здесь, я думаю, что мы молимся и переживаем за тех людей, кого мы любим, кого мы ценим, те, кто для нас небезразличны. Да, Павел был для них небезразличен, и он говорит, молитесь о нас. И он был уверен, что они за него молятся. Но дальше, друзья, он говорит, и друг друга приветствуйте святым целовать, приветствуйте всех братьев, вернее, лапзанием святым. Здесь тоже говорится о том, что люди, которые в церкви встречаются, они не чужие друг для друга, они небезразличны. И в то время, я думаю, что больше даже, чем сейчас в той культуре, вот при встрече поприветствовать друг друга целованием, это было выражением действительно такой настоящей любви, близости и привязанности. Друзья, это не единственный способ, когда люди могут показывать свою любовь друг другу. Это просто может быть один из многих. Любовь на самом деле, она изобретательна. Любовь, она способна творить чудеса для других людей. Любовь способна приятно удивлять. Если мы любим друг друга, тогда мы и молимся, и встречаемся, и приветствуемся, и обнимаемся, и не только это, и стараемся сделать приятно и добро для друга. Может быть, позвонить, может быть, посетить. Друзья, если в церкви это есть и возрастает, это свидетельство, что церковь живет, она здоровая, она развивается. Третье условие, куда нам нужно прилагать свои силы, это изучение Писания. 27 стих. «Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям». Друзья, какое сильное слово. «Я вас заклинаю». Интересно. Он до этого просил, он до этого умолял, он еще до этого как-то. А здесь он говорит «заклинаю». «Заклинаю» – это значит, я с вас беру обещание. Вот сейчас в письме «я с вас беру обещание, клятву буквально». Хотя написано «не клянитесь», Иаков говорит. А он говорит «я с вас хочу клятву взять». Какую? Я говорю, что вот это послание, которое сейчас я вам написал, а Павел понимал, что это дано ему было от Бога. И он теперь это написал. Так вот, чтобы его прочитали все святые, вся церковь. Не так просто. Кто-то прочитал, кто-то просмотрел, кому-то интересно, кому-то интересно. Он говорит «я вас заклинаю». Я хочу, чтобы вы мне сейчас пообещали, что вот это послание вы прочитаете все до одного. А почему это важно? Друзья, а потому что даже находясь в церкви, мы не можем как-то коллективно расти. Друзья, все равно каждому, Писание должно действовать в жизни, в сердце каждого по отдельности. И тогда мы все вместе будем расти. И поэтому я не могу вырасти за компанию. С одной стороны сидит брат, который погружается в Писание. И с другой стороны у меня сестра, которая погружается в Писание, она изучает, она растет. А я между ними, но я не вырасту автоматически, потому что я там рядом с ними сижу. Или даже если я их обнимаю, этого не произойдет. Поэтому каждый должен. Друзья, и Писание, оно формирует наше убеждение. И если у нас проблемы, если у нас нет развития, если нет жертвенности, посвященности, очень важный вопрос отношения наши к Писанию. Иремия говорит так. Вот они отвергли Слово Господне, в чем же мудрость их? То есть он говорит, да все очень просто. Нет мудрости у людей, они не способны в практической жизни поступать как-то правильно, угодно Богу, решать вопросы. Так Писание отвергли. Иремия говорит, все очень просто. Закономерность прямая и очевидная. А всякое пробуждение всегда начиналось, когда люди пересматривали и обновляли свое отношение к Писанию. Мы знаем реформация 500 лет назад. Друзья, и любое, копните в истории любой случай, когда люди пробуждались, как бы встрепенулись, и что-то начинали делать, двигаться и оживать начали. Всегда там, там всегда где-то был такой момент. Люди пересматривали отношение к Писанию. Во времена Иосии вообще в храме нашли Библию. То есть, представляете, живет царь, живет царство, а Библию потеряли. Ну, Писание потерялось. И вот они находят и начинают читать, и это приводит к тому, что люди начинают каяться, люди начинают исправлять свою жизнь. Так было после возвращения из плена, так было всегда. Друзья, последнюю мысль хочу сказать, какое направление дает Павел для того, чтобы церковь могла развиваться. Это 28 стих, последний. Друзья, последнее условие, или это даже не условие, ну да, наверное, условие или направление, это нужда в Божьей благодати. Друзья, чтобы нам духовно жить, духовно расти и развиваться, нужно постоянно осознавать, насколько сильно мы все зависимы от Бога. Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Друзья, и когда у нас возникают какие-то вопросы, когда какие-то проблемы и переживания, вот Павел говорит, благодать будет с вами. Фессалантийцы, благодать Иисуса Христа пусть будет с вами. И тогда что мы делаем, друзья, если мы понимаем, мы нуждаемся в Боге. Тогда мы не прячем проблему, тогда мы не скрываем ее, тогда мы не делаем вид, что у нас все хорошо и нормально. Друзья, наверное, тогда назначается, я так думаю, пост и молитва. И тогда люди взывают к Богу и говорят, Господи, пошли ясности, Господи, пошли мудрости, пошли понимания, водительства, мы нуждаемся в Тебе, мы не можем сами. Друзья, вот что значит нуждаться в Божьей благодати. Церковь, которая не нуждается в Божьей благодати, это церковь лаодикийская. У них все хорошо, все прекрасно, они ужасно довольны собой, но Христос там за дверью. Вот одна проблемка, знаете, Христос за дверью, но зато все хорошо у них. Друзья, нужда в благодати – это четвертый признак или четвертое условие. Друзья, я сейчас повторю эти мысли для того, чтобы их было лучше запомнить. Смотрите, наша с вами цель – становиться похожими на Иисуса Христа. И эту цель мы достигаем не где-то в одиночестве, каждый по себе, сам по себе. Мы достигаем эту цель в сообществе с другими. Это сообщество называется церковью. Друзья, и поэтому важно, чтобы церковь была здоровая, чтобы атмосфера была здоровая, чтобы каждому было место в этой церкви, чтобы там и лечили, и учили, и тренировали, и все было хорошо. Друзья, здоровая церковь обязательно живет и развивается. Друзья, нездоровая церковь, она постепенно-постепенно превращается в религиозную организацию и становится в конечном итоге той лжецерковью, о которой написано в Откровении. Помните, как называется лжецерковь в Откровении? Неприятным очень словом. Она называется «великая блудница». Друзья, конечный итог, вот как вы думаете, там в Откровении, откуда взялась эта лжецерковь? Это «великая блудница», о которой пишет Иоанн. Она взялась именно таким образом. Здоровые церкви жили, развивались, и были восхищены Богом верующие, и с Богом находились, а все остальные превращались постепенно в религиозную организацию и получилось то, о чем мы читаем в Откровении. Друзья, важные признаки здоровой церкви, повторю, уважение друг к другу, забота о духовном состоянии, добрые взаимоотношения и сосредоточенность на поклонении и служении Богу. А направление, куда нам нужно прикладывать наши силы, утверждаться в Боге каждому члену церкви, любить церковь, изучать Писание и нуждаться в благодати. Друзья, да благословит нас Бог в этом поможет нам. Аминь. Аминь.